Накануне профессионального праздника компания «Газпром Межрегион Газкиров» провела пресс-конференцию, на которой были представлены предварительные итоги реализации программы газификации регионов Российской Федерации в области в текущем году. Как отметил генеральный директор Игорь Сырчин, «Газпром» полностью выполняет свои обязательства перед кировчанами в рамках программы газификации российских регионов. Пусковыми на сегодняшний день являются четыре межпоселковые магистрали. На одной из них журналисты побывали в ходе пресс-тура. Она приведет природный газ в поселки Мурыгина и Гирсово, а также в деревню Искра, все это Юрьянский район. Уже в этом году им смогут воспользоваться почти семи сотни семей, еще примерно столько же в 2013-м. Кроме того, в обоих поселках будут поставлены блочные котельные. Объем инвестиций ОАО «Газпром», выделенных на газификацию Кировской области, за период 2005-2011 год составил почти 4,5 миллиарда рублей. За счет этих средств построено 53 межпоселковых газопровода общей протяженностью 714,7 километра. Это позволило газифицировать 83 населенных пункта. Газифицировано более 22,5 тысяч домовладений. Объем инвестиций в 2012 году составил 450 миллионов рублей. В марте этого года многие из вас присутствовали на пуске газа в санаторий «Солнечный». Это Кирово-Чапецкий район. Также досрочно у нас был пущен в апреле текущего года газопровод среднего давления в поселке городского типа Красная Поляна до микрорайона «Нефтебаза» и «Заструк». Администрация Кировской области выполняет свои обязательства по подготовке потребителей к приему природного газа, прокладке уличных внутрипоселковых газопроводов и строительству газовых котельных. Тем не менее уровень газификации области остается пока самым низким в ПФО. На сегодняшний день разработана программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2012-2015 годы, которая находится на сегодняшний день в стадии утверждения. Игорь Сырчин подчеркнул, что инвестиционная привлекательность региона связана с уровнем и своевременностью платежей за потребленный газ. Есть проблемы по организациям коммунального комплекса и организациям, частично выполняющим функции организации коммунального комплекса. Среди наиболее проблемных предприятий мы называем, как правило, три. Два из них находятся на территории города Кирова. Это Радужнинская ТГК, предприятие Нововятка и теплоснабжающее предприятие Молотэнерго. Нас здесь смущает только один факт, что эти предприятия, оказывая услуги населению, работая с управляющими компаниями, недостаточно четко организовывают схему прохождения денег населения, которое своевременно оплачивает коммунально-бытовые услуги. В целях нормализации ситуации по оплате природного газа в конце июня прошло совещание у губернатора области, где были приняты решения, позволяющие исправить ситуацию. Газпром, Межрегион Газ, Киров и впредь будет оказывать задействие планам руководства по газификации тех районов, где налажено четкое и продуктивное сотрудничество по оплате за поставленный энергоресурс. Михаил Конышев, Борис Вистынов, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.